Добрый вечер, дамы и господа. Наверное, обязательно стоит поговорить о таком явлении, как постмодернизм, потому что очень многие люди спрашивают об этом. Видимо, это неясно, что это такое. Хотя, по-моему, я уже очень много раз говорил об этом. Но, видимо, я не знаю, почему, собственно говоря, почему вы никак не можете понять, что это. Поэтому я вынужден в очередной раз, так сказать, уточнить этот термин, объяснить его непосредственно. Итак, постмодернизм – это такая ситуация, когда всё уже открыто в культуре. То есть деятельность людей в Ютьюбе – это, конечно же, смотря с какой точки зрения это анализировать. С точки зрения культурной ситуации, это, безусловно, является постмодернизмом. А если мы рассматриваем это с культурологической точки зрения и так далее, с точки зрения искусствоведческой, несмотря на то, что люди себя художниками не называют в этом случае, а просто занимаются так называемым блогерством, это, конечно, постмодернизм. И постмодернизм – это всё то, что нас окружает в области визуальной культуры. Например, какой-то человек решает открыть магазин и, например, вешает какую-то вывеску, которую он, ну, например, лого которой, да, или там шрифт, или что-то ещё он скачал в интернете. Вот это вот цитата, то есть цитата, которую он непосредственно берёт уже из источника. То есть он сам, например, шрифт не изобретает. Он сам не изобретает название магазина. И много чего ещё, да, он как-то визуально украшает его этот магазин, исходя из каких-то уже существующих вещей. И сейчас очень мало кому придёт в голову, ну, то есть только там каким-то совсем чокнутым людям, каким-то чокнутым дизайнерам, совсем-совсем замороченным решить, что, например, этот магазин должен быть как-нибудь совершенно уникальным. И даже в этом случае это будет практически невозможно. К сожалению, это будет практически невозможно, потому что в области визуальной культуры сделано практически всё. И всё, что мы можем сделать в этой области, это рекомбинировать существующие компоненты, удачно или неудачно. Когда блогер рассказывает о чём-то, он, естественно, так или иначе, вторгается в область подражания кому-то или чему-то, да, то есть он не изобретает ничего. Можно ли считать в этом случае, что этот блогер, так называемый эпигон, ну, какой-то, ну, одним словом, характеризовать его какими-то унизительными эпитетами? Нет, нельзя. Потому что даже на уровне совершенно высочайшего искусства всё происходит точно так же. Это всё, такая ситуация возникла ещё в 60-е годы, когда возникло, так сказать, направление поп-арт, которое заимствовало из разных источников, буквально заимствовало что-то. Энди Ворхо выставлял банки супа, пачки сигарет Малборо и так далее. То есть, и, в общем, понятно, что он не изобретал этот суп ни как содержимое, ни как внешнее его оболочку, то есть визуальную оболочку. Он лишь перенёс этот суп из магазина в галерею и назвал это своим произведением. Эпигон ли возле этого Энди Ворхо? Разумеется, нет, потому что суп в галерее приобрёл совершенно иное значение. Когда какую-то вещь, профанную, так называемую, то есть неценную, ты переносишь из жизни в галерею, она приобретает, разумеется, и другой смысл, и другое значение. И, соответственно, она становится, в зависимости от того, кто ты, она становится чем-то. То есть, разумеется, если бы Энди Ворхо был каким-то Васей Пупкиным, то есть человеком, который что в своей жизни вообще не значил бы, да, а просто пришёл с улицы и пытался в галерею втащить, не знаю, там, всё что угодно, да, с этой самой улицы, то думаю, что, во-первых, то, что он втащил, и при этом Вася Пупкин должен был бы быть, должен был бы обязательно назвать себя художником, иначе в галерею бы его не пустили. Ну, допустим, что Вася Пупкин называет себя художником, приходит в галерею, говорит, я хочу принести там старый диван и поставить его и назвать это произведением искусства. Вася Пупкин должен до этого доказать каким-то образом, что он художник всё-таки, а не просто вот этим жестом начать свою карьеру. здесь это очень сложно всё на самом деле. Как же Вася Пупкину быть? Как ему влезть в художественную тусовку? Как ему, собственно, не просто назваться художником, а ещё доказать, что он художник? Он, разумеется, с такого жеста, вот как втаскивание дивана, он не может начать, потому что, с одной стороны, самое парадоксальное, что да, художники, которые уже влезли в эту тусовку, они имеют право на вторичные жесты по отношению к самоснователям, так называемым. Очень многие художники паразитируют буквально на этом, то есть они делают так называемое среднестатистическое современное искусство, то, что по всем канонам считается современным искусством, но это искусство не то чтобы... то есть оно, конечно же, вторично, но считается, что это нормально, что они имеют на это право, потому что это тоже общепринятый тренд. Почему же наш Вася Пупкин не может сразу начать с жеста втаскивания в галерею какого-то объекта с улицы? Наверное, потому что у него нет имени. Как зарабатывается имя? Имя зарабатывается долго и тяжело. Энди Ворхол, прежде чем втащить в галерею банки супа Кэмпбелл, он занимался многими вещами. Он был дизайнером, он долго работал в этой области, долго зарабатывал себе имя в дизайне, стал очень известным дизайнером. После этого... Ну, в общем, для этого я думаю, что вам... чтобы понять, что это за человек, лучше всего почитать книжку, которая называется «Папизм». Она есть в сети, ее можно просто легко нагуглить на русском языке. Она даже есть как аудиокнига, так что ее можно слушать непосредственно в исполнении какого-то неплохого чтеца. Я помню, что я слушал как раз эту книжку. И она довольно подробно описывает собственно, жизненный путь самого Энди Ворхола, ну и так далее. А также вы после прослушивания или прочтения этой книжки поймете, как же, собственно, сделать и карьеру, и как вообще с таким понятием, как постмодернизм, обходиться. То есть, словом, это еще раз возвращаясь ко всему начатому, к нашей теме постмодернизм. Я сейчас просто пытаюсь это максимально какими-то доступными словами объяснить. Почему там блогер вот такой-то, он является, я не знаю, почему он является спешным, это уже другой вопрос. Это не ко мне, что называется. А является ли он постмодернистом? Да, является. Да, является постмодернистом. Постмодернизм – это какой-то бренд, не бренд, а лейбл. Это какое-то звание, это положение, какое-то иерархическое положение, которое делает его лучше или хуже, или как-то маркирует. Нет. Ну, все равно, что сказать, что все люди дышат воздухом, одинаково, от этого можно сказать, что они подражают ли они друг другу в этом случае, если все люди дышат воздухом. Так устроен человек, да, вот он дышит воздухом. Можно ли сказать, что Петя подражает Васе, потому что Петя точно так же дышит воздухом, как Вася. Может ли Петя предъявить Васе претензии в этом случае, сказать, Петя, ты украл у меня способ моего существования. Конечно, эта чушь звучит как чушь. То же самое постмодернизм. Постмодернизм это ситуация, в которой, как я уже сказал, все культурные знаки открыты. Они были открыты в течение существования человечества со времен первых пещерных рисунков до наших дней. Вот были первооткрыватели, которые открывали там один черный квадрат, другой там воздушный перспектив, третий еще что-то. Для того, чтобы это понимать, надо изучать историю искусства. Наконец, ситуация достигла того момента, когда она стала абсолютно широкой. То есть, что называется, раньше имели место различные стили. Некто выдумывал стиль и в соответствии с этим стилем формировалась собственно визуальность. Этот стиль мог быть не вездесущим, он мог быть локальным, его не могли не знать в каких-то других странах и так далее, и так далее. Ситуация постмодернизма это когда в любой стране все доступно. все визуальные знаки доступны по всей Земле. Поэтому некто обращаясь к этой всей визуальной уже открытой палитре, он может только смешивать эти визуальные знаки и что-то такое делать в этой области. Это совсем неплохо. Здесь искусство заключается именно в том, чтобы ты взял правильное сочетание этих визуальных знаков, перемешал их таким образом, что мог уже выдать какой-то свой месседж. Блогер, как правило, чем он отличается от художника? Первое, что он не называет себя художником, второе, что у него визуального месседжа или какого-то культурного месседжа, политического, идеологического месседжа, связанного с этими вещами, которые он перемешивает, нет. То есть пуп, классический пуп, это набор смешных гэгов из интернета, мемчиков. Можно ли сказать, что в этих пупах есть какое-то послание? Иногда такое послание может быть, оно может быть политическим посланием. Да, я такое наблюдал. Но для того, чтобы этот пуп в общем-то занял свое место в галерее, стал действительно произведением современного искусства, автор этого пупа, он должен настаивать еще на том, что он художник, то есть зарабатывать себе имя и добиваться того, что в галерее его кто-то признает как видеоартиста, а не просто как блогера. Ох, надеюсь, что я смог вам объяснить. Повторяю, тема очень тяжелая, хотя